Начать урегулирование отношений общественники решили в День народного единства и на уровне народной дипломатии. Политика не должна влиять на отношения народов, считают руководители грузинских диаспор. Снять напряжение призваны культурные и спортивные мероприятия. Расписаны они на год вперед, а идейным вдохновителем выступил председатель общественной организации национально-культурная автономия грузин города Сочи имени Шатару Ставели. Очень много мероприятий нас ждет, не только городских, всероссийских мероприятий, которые пройдут здесь, в городе Сочи, в Олимпийском парке. Глобальное мероприятие нас ждет в марте месяце – Олимпийский фестиваль грузинских танцев. Это соберет со всех России талантливых танцоров. Из Грузии хотим пригласить танцевальные ансамбли, хотим провести мастер-класс здесь, в Олимпийском парке, по грузинским танцам. Также оттуда приедут СМИ, которые озвучат там наши мероприятия, покажут это уже взаимоотношения между нашими двумя странами. Грузинские общины – это что такое? Это рупор, который будет двигать нашу деятельность, наше общение и нашу дружбу, и нашу любовь между двумя странами. Ближайшее мероприятие в феврале в Сочи приедет капитан сборной Советского Союза по футболу Александр Чивадзе. Далее на курорте запланирован Всероссийский форум молодежи и студентов. В ноябре Всероссийский спортивный фестиваль под названием «Георгу Беада». Сочи станет площадкой для общения представителей грузинских общин со всей России. Но сегодня общественные организации вовлечены и в решение проблем между двумя государствами. И в первую очередь это вопрос прерванного авиасообщения. Вторая проблема – мы хотим возобновления дипломатического отношения между Россией и Грузией. И третий вопрос – это наша организация ставить об открытии избирательного участка на территории России для граждан, имеющих право голоса. После форума мы выработаем определенные решения и будем направлять те органы, которые, в принципе, обязаны принимать решения. Это будет правительство Грузии и правительство России. На первый форум грузинских общин в России приехали представители диаспоры из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Ярославля, Калининграда – в целом из более чем 30 городов. В следующем году участников ожидается и того больше. За форумом сочинские грузины закрепили статус традиционного. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.